сегодня очень ветрено я он туда за камни заплывал мутно ничего не видно сашка вот не знаю где исследовав все потенциально интересные для подводной охоты места мы поняли что в этом мутнике и при небольших глубинах рассчитывать на достойную добычу не приходится я даже не расчехлив свой роллер паттерс съездили за 30 километров в унаватону на джангл бич там уплывали далеко за мыс но ситуация была схожей сашка вытащила двух осьминогов которых мы с удовольствием съели поделившись с хозяином нашей виллой чемонадой выход один брать лодку но все местные лодочники заточены под нужды туристов например закинуть удочку в 500 метрах от берега на два часа за 100 долларов или пойти на 15-метровый дайв любоваться на обломки закатанувшего танкера сходили в порт поговорить с рыбаками куда нам пришлось взять билет аж до 50 рублей там больших водок не было моряки уходят там на месяц за 800 километров привозя если повезет больших тунцов и прочую рыбу уходить на месяц мы были не готовы и решили съездить соседний порт додонадулу который заприметили бешено проносясь на крейси-басе вуноватун уже традиционно выпив с утра по кокосу и заев овсянкой отправились до додонадулу там залив и устья реки в которых множество лодок лодки скорее каноэ с балансированными с одной стороны привязанными на мощных поперечных балках выступающих с другой стороны корпуса балкам веревками раскреплены все надстройки из кривых бревен не знаю как назвать мачты рей в два этажа по которым рыбаки лазают высматривая признаки косяка тунца обводы лодок нестандартные борта сверху сильно за ужины так что с трудом помещался сашка но ниже тремя объем очень большой под сеть и улов вообще лодка исключительно тяжелая в чем мы и убедились выйдя на берег и с любопытством рассматривая лодки встретили команду веселых моряков их лодка стояла на песке в 10 метрах от прибоя и они предложили нам помочь столкнуть ее на воду дело оказалось непростым 8 человек экипажа и нас двое сталкивали лодку убираясь задом перекладины балансира и толкая микроскопическими шажками в такт криком капитана справились за по часа сколько же тебе лет спросил рыбака уго 63 я бы тебе не дал ты очень крутой смотри наш старейшина ему 45 суровая стихия оставила на моряке много следов а мне 23 я хозяин этой лодки а капитан мой отец что идете с нами надолго шесть часов идет а вода ли у нас есть есть подошел другой очень разговорчивый чувак когда вернемся пойдем на вечеринку отмечать спасибо нам интересно только рыбалка всего пару бутылок на всех спасибо да я особо не пью он настаивает и тут я понимаю что бутылки ждут от нас а я наивно полагал что ребята хотят отблагодарить нас за помощь хорошо будет вам две бутылки арака чувак расцвел по рукам переодевшись спортивные плавки и треку отправились море на борту мой чувак провел инструктаж заключавшийся в том что все надо убрать в ящик и за всех сил держаться за борта чтобы не вывалиться и не треснуться башку я перекладил помогли рыбакам и сейчас пойдем вместе с ними море часов на пять пойдем в море с рыбаками сейчас на вот этой лодке помогли вытащить только моим лодку помогли стащить море да покажи весь коллектив youtube в россии youtube в россии youtube в россии наши друзья ребята смотрят там-то рыбу где тунец играет this is my friend's call this is my friend's call this is my friend's call you friends в море рыбаки были не одни подобных лодок вышло шесть которые также шли в пределах одного-двух километров смотрящий залез на самую верхнюю рею в поисках летучих рыб верного признака косяка тунза остальные тоже высматривали косяк с перекладин пониже заметив косяк стали выбрасывать длиннющую сеть метров пятьсот окружая косяк сетью замкнув круг стали прыгать в воду с верхней реи производя как можно больше шума чтобы отпугнуть рыбу от выхода свободную от сети часть между кормой и носом посудины мы также усердно прыгали с самой верхотуры но тяжело оказалось вылезать на борт сначала я с трудом вылез отжимаясь руками в борт но посмотрев как это делают ребята стал легко вылезать закидывая одну ногу на борт увидели тунца вон он вон он вон он вон где птицы летают сейчас будем ловить сеть выкидывать они приготовились выкидывают сеть Продолжение следует... 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 очень вкусно говорят они взяли 300 килограмм рыбы а 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 Веду репортаж сборта этой посудины, день клонится к закату, уже почти 6 часов вечера, вышли сегодня в 10 часов. Показываем, как клониться к закату. Алёха супер. Весь день провели в море, вместе с местными отмороженными рыбаками. Восемь человек фишерменов, вон они, я их пытаюсь снять, они все на лодке, наши друзья, они наблюдатели, они смотрят там тупцов. Смотри, подходит нам. О, ещё один пароход идёт рыбацкий. Он тащит сеть прямую, у нас закруглённая, он тащит прямую. Сеть прошёл очень круто. Круто, не мыслимо круто. Даже поели еду местную, нас угостили. Круто было всё. Вот так. А всего-то мы просто подошли, помогли ребятам столкнуть водку в море. И за это нас взяли на эту балку. Они нам предложили пойти на эти сети, и вот мы целый день здесь. Они, наверное, думали, мы не согласимся. Но не тут-то было. Придётся их отбаивать теперь, угощать. Да, мы их напоим, мы обещаем. Купим пару бутылок сегодня крепенького. Все будут пьяные. Ближе к вечеру отправились ещё дальше в море. Берег давно скрылся за горизонтом, и день планировался к закату. Море морщилось небольшими волнами, и брызги окатывали моряков, и даже задевали Сашку, спрятавшегося в носу лодки. Ты там жив? Да ещё как. Ждите моих команд. Несколько раз видели стаи летучих рыбок, вызвавшие оживление моряков, но, видимо, тунца так и не увидели. Седьмой час, уже девять часов в море. К берегу не собираетесь? К берегу в шесть утра. Санька, ты слышал? Мы круто попали. Будем куковать с озабоченными мужиками всю ночь. Хотя я точно выдержу. Ладно, спи спокойно. Если что, доплывём. Всего-то километров десять. Правда, непонятно, где берег. Но когда рассветёт, поймём. Подошла небольшая лодка, ловившая прямой сетью, в которой рыба просто путается в протягиваемой через косяк сети, тогда как мы её окружаем. Я договорился отправить вас с этой лодкой на берег, сказал чувак. Нет, спасибо. Разделим вашу нелёгкую долю. До утра так до утра. Лодка ушла. Смотри, вон черепахи трахаются. Снимай скорее. Снять так и не удалось. Солнце село, и лодка пошла назад. Я понял, что это была попытка развода. В море загорелись незаметные днём бежки, указывающие путь к порту. На смену рыбакам тунца вышли ночные рыбаки с мощными светильниками, привлекающими кальмара. По мере приближения к порту, мой чувак вновь завёл тему про две бутылки. Караку, возьми ещё бепсиколу и пачку сигарет. С чего это? Получишь две бутылки и всё. Мы тут трудились, помогали вам. Сашка весь вымок до нитки, слышишь, зубы стучат. А вы только пытаетесь развести нас. Ну пожалуйста, и давай деньгами. Хорошо, 7 тысяч рублей. Две бутылки стоят 8 на 8 человек. Нет, 7, потому что ты меня достал. Все последние метры он орал мне на ухо про 8 тысяч. Лодка вошла в устье реки, все места заняты. Один матрос выпрыгнул в воду, подталкивая и контролируя проход лодки. Видел у него все ноги в язвах. Тут очень опасно, всякие гады, крокодилы, лораны. В воду не ступай. Он тогда стал меня разговорами о 8 тысячах, что я вылез в воду и вышел на берег. Переоделся. Держи свои 7 тысяч. Нет, давай 8, пепси и сигареты. Сейчас получишь в морду, а не сигареты. Почувствовав резкий тон, чувак успокоился и ориентировался. Подошел капитан. Что у вас тут? Все в порядке? Все в порядке, спасибо за приключение. И мы пожали друг другу руки. Вот такое тут у нас творится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok